Здравствуйте! С днём рождения! Спасибо! Самое огромное здоровье! Я уж как это в жизни, разрешите, зачитаю? Конечно! Уважаемый Владимир Сергеевич, примите самое тёплое искреннее поздравление с днём вашего 90-летнего юбилея! Сколько лет? 9-0 в вашу пользу! А я говорю 8! Что-то с утра мне казалось 80! Ну, ты естественно хорошо себя чувствуешь! Жизнь прожить – не поле перейти. А так, как это сделал почётный гражданин Красногорского городского округа, ветеран труда, обладатель орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы Народов Владимир Сергеевич Трифонов, дано не каждому. Лично поздравить именинника с 90-летним юбилеем приехал глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков, вручивший виновнику торжества поздравления от губернатора области и приятные подарки для уютных семейных чаепитий и пополнения домашней библиотеки. Читать Владимир Сергеевич очень любит, равно как и делиться удивительными фактами из семейной истории. Его прадед работал в знаменитой Мейровской артели и строил первую в Российской империи железную дорогу из Москвы в Саратов. Отец, дядя и брат погибли в Великую Отечественную. Исполнив свою юношескую мечту, став настоящим моряком и несколько лет прослужив на Северном морском пути, Владимир Сергеевич осознанно выбрал для себя профессию инженера-машиностроителя и всю жизнь трудился на благо крупнейшего городского предприятия – Красногорского завода цементного машиностроения, теперь известного как Бецема. Главные жизненные уроки и принципы наш герой получил в наследство от своих предков. Второй бабушке даже нет фотографии. Она была неграмотная. Она из Медени Калужской области, но она была необычно умная. Вот и она мне сказала, по жизни, по всей вероятности, учитывая родословную по линии папы, у тебя будет достаток большой, она сказала мне, но не превращая его в потребление. Ты старайся быть человеком, который живет не ради себя, а ради дела. Свой юбилей Владимир Сергеевич встретил в отличном расположении духа в кругу друзей и близких. Его мудрость, жизненный опыт, самодисциплина, живой интерес ко всему происходящему и любовь к делу своей жизни не перестают восхищать и мотивировать каждого, кто хоть раз сталкивался с этим человеком эпохи, настоящим созидателем.